Всем привет! Сегодня мы рассмотрим новый инстанц клановый лаборатория монстров. Снимаю я с твина, так как на основу второй раз попадаются близнецы, поэтому, чтобы объяснить вам принцип, показываю с твина. Смотрите, изначально вы попадаете в комнату, в которой есть 9 таких мини-комнатушек, лабиринт такой. В каждой комнатушке есть стол. Их всего 3 красных, 3 зеленых и 3 синих. Вы попадаете и начинаете убивать просто тот, которого попали, первый же, синий. И дальше ищите еще 2 таких же синих. То есть первоначальная задача для того, чтобы появился босс, убить 3 одинаковых столба. Столбы получает фиксированный дамаг, так же как типа там на пути, 2 на 2, вот такого плана. То бишь вы всеми 5 ребятами накидываетесь быстренько, можете разбросаться по разным. Вы просто заранее договоритесь, какой цвет. То есть цвет тот, который появляетесь. То есть появились возле синего, значит бегаете все, ищете, убиваете синий. Там если кто-то нашел раньше и долго бьет, например, можно сказать, ребят, подбегите ко мне, я там в определенной комнате, там можно обговориться. И быстрее всех так убить эти столбы получается. После того, ну как бы столбами будут еще мобы. Если вы там слабого уровня, в принципе, можно помогать друг другу, я не знаю. Смотрите, как вам удобнее. Этот инст клановый я считаю легче, чем близнецы. Почему, потом объясню позже. Смотрите, после того, как вы убили три столба, в центре появляется босс. Он появляется именно в центре, нигде в другом месте. Босс довольно-таки не слабый. Я брал мощь 800 тысяч. При том, что у меня твин 2 700. В 2,7 миллиона. Потому что я проходил в соло. В соло сложнее, естественно. Проходил в соло чисто для того, чтобы заснять для вас видео и показать. Суть в том, что когда вы избиваете ему больше половины хп, появляются столбы. В комнате, где босс, появляются три столба. Красный, синий и зеленый. Все сразу же накидываетесь на зеленый. Зеленый дает реген хп. Реген хп дает и боссу, и столбам. То есть нужно в первую очередь убить зеленый столб. Вы сразу в пятером все накидываетесь на него. Дальше вы убиваете красный. Красный дает боссу атаку повышенную. И после красного убиваете синий. Синий дает защиту боссу. Вы убиваете поочередность. Обязательно поочередность соблюдать. Зеленый, красный, синий. И дальше продолжаете бить себе босса. Почему он легче близнецов? Потому что вы появляетесь в центре. Вы умерли, появились же здесь же. У вас пять человек, по очереди умираете. Так как сказали мне раньше, если даже вы умерли три раза, вас выкинуло, вы можете сразу же зайти назад, в принципе, и у вас опять три жизни. Поэтому вы можете просто суицидиться в него до упора и рейспиться в городе и позаходить опять назад, пока там еще четыре человека ваших танкуют, бьют его там, например, я не знаю. То есть ничего абсолютно сложного нет. Вы просто бьете, умираете, бьете, умираете, бьете. Так как у вас пять человек, это, в принципе, будет нормально. Главное, основная задача, это то, что вам нужно максимально быстро сносить столбы. Больше столбов не появлялось, но я думаю, что если бить хай-левельного, например, там больше мощи, который требует, то там, я думаю, будут появляться столбы дважды и трижды. Ну, просто главное, что если появляются столбы, сразу все бросаются на столб, риге на хп. Есть еще вариант, когда тот, на ком агр, кого бьет босс, начинает водить босса. То есть если вообще всем печально, типа вы очень мало мощи у вас, а вы хотите убить там большого-большого босса, вы просто начинаете его водить в сторону от своих напарников, своих соклановцев, скажем так. И они в это время бьют босса. Вот и все. Они не босса, то есть столбы убивают. Вот и все. То есть главное убивать столбы в правильном порядке. В принципе, данж вообще легкий. Награда такая же, как и за обычный данж. Поэтому проходите. Надеюсь, кому-то поможет в мое описании. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.